Продолжение следует... В 2010 году до 21 миллиарда рублей в 2014 году. Так, на обеспечение повышения зарплаты работников образования в консолидированном бюджете Тульской области на 2013 год дополнительно было предусмотрено полтора миллиарда рублей, что позволило достичь установления указаний президента показателей. Средняя зарплата по экономике в Тульской области составила в 2013 году 23 293 рубля. И, соответственно, по большинству показателей мы достигли необходимых результатов. В 2014 году на повышение зарплаты педагогам в консолидированном бюджете области предусмотрено 1 миллиард 755 миллионов рублей, но у нас еще существует дополнительная потребность. Она составляет расчет на порядка 840 миллионов рублей по 2014 году. Второе. В целях решения проблемы ликвидации очередности детских и дошкольных учреждений в области осуществляется строительство, реконструкция, ремонт помещений, организуются группы кратковременного и круглосуточного пребывания детей, дошкольные группы на базе общеобразовательных школ. На решение этой задачи в 2013 году было выделено консолидировано 963 миллиона рублей, из которых помощь федерального бюджета составила 468 миллионов. Мы смогли достичь в 2013 году создать 6200 дополнительных мест вместо 3500 запланированных. Всего за последние три года создано более 11 тысяч мест в детских и дошкольных учреждениях и охват составил на сегодняшний день почти 88% по сравнению с 2011 годом, когда у нас был показатель 67%. Темпы рождаемости у нас неплохие, несмотря на то, что мы находимся в Центральной России, вы знаете, что у нас, к сожалению, пока еще смертность существенно превышает рождаемость, и мы на этом не останавливаемся. Только в текущем году мы создадим еще дополнительно 1600 мест по дошкольному образованию за счет строительства пяти учреждений и капитального ремонта 50 учреждений. Общий объем средств федерального и консолидированного бюджета области на эти цели в 2014 году составляет 529 миллионов рублей. Мы существенно обновили школьную инфраструктуру, то есть капитально отремонтировано более 150 общеобразовательных учреждений. Приобретено около 15 тысяч единиц учебно-лабораторного оборудования, 11 тысяч единиц компьютерной техники. Решить вопрос, очень важный вопрос для регионов, с подвозом детей в сельских школах, более 100 автобусов было приобретено. Мы смогли обеспечить всех детей бесплатными учебниками, было закуплено более 900 тысяч учебников на общую сумму более 300 миллионов рублей. Ну и, наконец, увеличить долю общеобразовательных учреждений, соответствующих современным образовательным требованиям, с 61 до 80%. Я работаю недавно губернатором, 3 года, и когда я заступил на эту должность, у меня очередь детей составляла на получение жилья 176 человек. В год предоставлялось порядка 10 квартир. В прошлом году мы предоставили 280 квартир, позапрошлым около 100, и на сегодняшний день очередь у нас составляет 1200 человек. Это те дети-сироты, которые накоплены, так называемый, отложенный спрос, это те дети-сироты, которые не верили в том, что они когда-то смогут получить жилье. 90% это региональный бюджет, и порядка 10% это федеральный бюджет. Мне кажется, все-таки нужно процент пересмотреть, Ольга Юрьевна, и, может быть, стимулировать те регионы, которые больше денег выделяют. Но наш регион дефицитный, и, несмотря на то, что дефицит у нас практически предельный, мы все равно эту программу реализуем. И вот на этот год у нас предусмотрено приобретение еще 280 квартир для детей-сирот. Причем покупаемые квартиры только в новостройках, и с полной отделкой, и еще за счет средств муниципалитетов мы приобретаем необходимую мебель для того, чтобы ребята могли сразу переехать и жить. Поэтому я хотел бы тоже попросить, чтобы с учетом того, что с 2014 года это полномочия Министерства образования и науки, посмотреть, что мы можем сделать в этом направлении. В целом, хотел бы поблагодарить Министерство образования за ту эффективную, подчеркну, действительно эффективную помощь. Мы вот в ежедневном режиме взаимодействуем с Министерством. Какие-то есть недочеты у нас, и именно от Министерства в порядке не какой-то там критики, а в порядке такой товарищеской взаимопомощи очень активно и быстро нам во всем помогают. Поэтому очень надеюсь на дальнейшее продолжение совместной работы и уверен, что у нас все получится. Спасибо.